Всем здорова, ребят! С вами Smurk. Сегодня мы будем играть в игрушку КРМП на сервере Радмир. Сегодня мы едем к моей новой тачке. Вы ещё не знаете, что это за машина. Пока что напишите в комментариях, что это за машина, ваши предположения какие. Выбил я её с рулеточки. И, скорее всего, отдам своему другу данную машину, потому что он давно хотел на Радмире поиграть. И устрою для него такой челлендж. Также я хотел сегодня ещё снять износ на Вольве. Но не знаю. Посмотрим, получится это или нет. Потому что износ на Вольве дорого снимается. И смысла я не вижу, в принципе, снимать износ на данной машине. Потому что я её продавать не собираюсь. Но мне кажется, что всё-таки лучше снять износ и попробовать держать её в идеальном состоянии. Пробег у нас 968 здесь. Так, 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 так. Моя машинка здесь налево получается. Пробег 968 почти 1К, ребят. И сейчас вы узнаете, что это за машина. Думаю, она вам понравится. Тачка тоже будет легендой моего канала, так сказать. У меня, походу, все тачки будут легендой моего канала. И, блин, у меня сейчас эмоции получаются. Эта тачка... Не знаю, скорее всего, все её когда-то выбивали. Итак, нагрузить транспорт. Ваш транспорт загружен. Вот что это. Вы понимаете? Зазик. ЗАС. Вы понимаете? ЗАС 968М. И просто посмотрите, какой здесь номер. 5-5-5. Не знаю, что это значит, но всё же. Лок 1. ЗАС. Так, окей. Уходи-ка отсюда, дядь. Ты чё? Чё пришёл? Открыли. И закрыли. Итак, ключ не вставлен. Окей. Ключик вставим. Вставил ключ в замок с сжиганием. И... Фу, всё, завелись, ребят, завелись. ЗАСик поехал. Блин, он медленный, правда, но всё же. Блин. Выглядит зачётно. Белый ЗАСик такой. Старенький. Конечно. Ну и сейчас, короче, затестируем его и поедем уже на Вольву нашу износ снимать. Блин, реально, он мне, в принципе, нравится. Он такой маленький, уютненький. Сколько-то двухместка, в принципе. Можно как-то гонять, типа. На контрабанду. Но, в принципе, даже едет, слушайте. 94 км в час. В принципе, нормально. ЗАСик гонит. В принципе, он мне нравится, но он тяжёлый. Не едет. Нифига. С места. А потом, вы чё, знаете, как он разгоняется? Фа, вы же не видели, как он разгоняется? А я вот видел. Вот сейчас я видел, как он разгоняется. В следующий раз, конечно, ребят, надо попробовать припарковать эту тачку около дома. Ну, а потом как-нибудь вне серии цеймусь, потому что сейчас мне нужно снять износ на мою Вольву. Шесть износ у меня, ребят, там на Вольве. Сейчас посмотрим, сколько это будет стоить. Тысяч пятьдесят. Мне кажется, это нам обойдётся. Итак, припаркуем вот сюда как-нибудь эту тачку. Окей. Можно кей. Вытащили ключ из замка зажигания, ребят. Фух. Итак, садимся в нашу Вольву. Дорогую. Кстати, она длинная такая, вы никогда не замечали? Ну, кажется, длинный. На самом деле, она не такая длинная. И, походу, это купешка ещё, потому что двух мест как бы. Ну, такое. Надеюсь, здесь можно снять износ. То есть, вот сейчас мы заедем из тогошка по дороге здесь, получается. Фух. Между Латкарина и хрен пойми, каким городом. Ну, короче, около Эдова. Там есть же город. Я не помню, как он называется. Может, так и называется Эдова. Хрен узнает. Сейчас, ребят, посмотрим. Пожалуйста, ребят, влепите свой лайк. И, кстати, спасибо, ребят, то, что некоторые ставят дизлайки. Ну, какой-то человек, походу, накручивают дизлайки. Мне он очень помогает в развитии. Спасибо тебе большое. Не знаю, правда, твоего имени. Ну, в принципе, предполагаю, кто это. Но всё равно большое спасибо. Я очень тебе благодарен, потому что благодаря тебе мои видео набирают много просмотров. Ребят, не оставайтесь равнодушными. Ставьте лайки, дизлайки. Что хотите, просто ставьте. Чего? Ты чё охренел? Ставьте лайки, дизлайки. Не будьте равнодушными. Пишите комментарии. Это будет помогать в развитии моего канала. Мне будет очень приятно. Я вам серьёзно говорю. Итак, сейчас мы... Так, чё за тачка? Ё-моё. Телепортируется. Итак, сейчас мы попробуем, ребят, снять износ на моей тачке. Сколько это будет стоить? Надеюсь, здесь люди есть. Если нет, конечно же, поедем в другой город. Итак, механик. Ну, в принципе, есть один механик. Только на всех, как я понял. Привет. Износ можно снять. Так. Я не знаю, сколько будет это стоить. Шесть износов у меня. Карпас 218. Сейчас вам покажу, сколько у меня износов. Карпас 218. Шесть процентов износа. Офигеть. Один процент износа. Ещё можно. Опять раз. В принципе, 2340 рублей за один процент износа. Мне кажется, они специально так дорого стоят. Не знаю. А может и реально так идёт. Потому что мне, я помню, в 50 тысяч встало 3 процента износа убрать. Это, походу, челик накрутил как-то. Или не 50 тысяч, или 30 тысяч. Что-то дорого было. Но никак не 2340 за один процент. Так. 5 процентов износа за одиннадцать тысяч семьсот. Да. Спасибо. Большое, ребят. Так. В принципе, мы убрали износик. Обошлось это нам в 13 тысяч. В 14 тысяч получается. В 14 тысяч 40 рублей. Если быть точным. И всё. Мы убрали износ на нашей Вольве. Максималка, в принципе, не прибавилась. Но всё же. Зато она будет сейчас, ну, более адекватной. Попробуем сейчас ещё убрать. Ну, грязь сейчас уберём, получается. Половину только, в принципе, заполнена. Ну, короче, в этой серии мы просто будем в идеальном состоянии переводить нашу Вольву. И попробуем сзадик. Сзадик может сейчас перегнать в Арзамас. Как-то так. После того, кстати, ребят, как я слил все деньги в казино. Мы, получается... Ну, я, получается, продал квартиру свою. Ну, перепродажи, я же занимаюсь квартирой. Кстати, ребят, напишите в комментариях, хотите ли увидеть... Блин, шумно сейчас, наверное, будет. Хотите ли увидеть видос, как я ловлю дома по ГОСу. То есть, туториал, как заниматься ловлей на Радмире. Думаю, вам такой ролик понравился. Ну, в общем, пишите комментарии. Хотите ли вы такую тему или нет. Ну, сейчас, в общем, займемся, получается, своими тачками. Две тачки теперь у нас. Поздравляю, ребят. Похлопаем. Кстати, кто думает подъезжать и не говорит, что он подписчик, у меня на все случаи есть дигл. Так что лучше сразу говорить, что вы подписчик, потому что я подумаю на то, что вы на меня напали. Потому что бывают такие люди. Просто берут и начинают шмалять. Ну, и на всякий случай я имею при себе дигл и пару патронов. Ну, когда как. В принципе, всегда по-разному. Фу, сейчас поедем за нашим Зазиком. И все. Не знаю даже, ребят, что вам еще рассказать. Может, расскажу историю, как нас сегодня напали. Два человека грохнули нас. Ну, и мы отомстили. Потом вчетвером приехали. Было как-то так. Сменил имя кто-то. Окей. Окей. Ну, что еще рассказать, ребят? В принципе, ничего больше рассказать не буду. Сейчас поеду, короче, перевезу Зазик. Напишите, оцените данный Зазик в комментариях. Скорее всего, я подарю. И также придумайте челлендж моему другу, которому я подарю данный Заз. Если, конечно, я буду снимать, просто придумайте челлендж. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока-пока.